здравствуйте всем добрый день рада всех видеть сейчас буквально одну минутку и будем начинать подожду пока все соберемся а я напоминаю меня зовут елена и вы смотрите бесплатные уроки в прямом эфире от онлайн школы оллрайт я преподаватель онлайн школы оллрайт елена рада видеть всех вас всех кто впервые с нами всех кто смотрит мои эфиры постоянно рада видеть знакомые аватарки так давайте немножко вспомним предыдущая наша тема была северей шин да мы с вами говорили о том что мы можем делать на море сегодня поговорим немного про горы сегодня грамматически мы затронем такие темы как простое настоящее вспомогательные глаголы must should can и будем еще скорее всего использовать like и don't like конструкции разберем перед тем как мы начнем пару важных объявлений первое хотела бы напомнить что у нас сейчас есть возможность запись у вас точнее сейчас есть возможность записаться на групповые занятия онлайн по зуму в директ а также можно записаться на специализированный курс по майнкрафт тоже в директ в инстаграме нашем аккаунте и в шапке профиля есть запись на бесплатный пробный урок если вы хотите попробовать что такое занятие онлайн или именно что такое занятие онлайн в нашей школе поэтому записывайтесь пожалуйста и второе уточнение по поводу сохранения эфиров да вот почему эфира не сохраняете дело в том что с прошлой недели такая опция и в моем личном аккаунте и в нашем аккаунте alright школы пропала такая опция то есть когда заканчивается эфир у меня выпадает окно с тремя опциями то есть либо сохранить эфир сразу в IGTV либо удалить его либо сохранить себе на телефон так как все прямые эфиры у нас перед тем как мы их выкладываем в IGTV обрабатываются чтобы они выглядели красиво обрезать там лишнее время молчания и ожидания оформить их одинаково то я их сразу не выкладываю мы их выкладываем спустя один-два максимум три дня сейчас все эфиры есть на нашем канале IGTV поэтому вы можете зайти на страницу alright найти иконку вот телевизора да перед по сверху над постами эта иконка IGTV зайти туда и там будут все предыдущие эфиры то есть как эфиры которые проходят вторник-пятница 14.00 по москве для начального уровня так и в средний уровень понедельник среда 13.00 по москве то есть все они сейчас уже есть на канале этот эфир мы тоже сохраним то есть нет возможности сейчас технически сохранять прямые эфиры в stories и я где-то в интернете нашла что вроде как инстаграм вообще в принципе планирует stories точнее прямые эфиры перевести stories на IGTV так как они длинные и не всем интересны вот это такие два объявления ok so we can begin now hello again everyone i am great today but a little bit sleepy because i woke up at 6.30 in the morning to do my morning workout that's what i usually do hope you are doing as well well today да надеюсь что у вас тоже все хорошо и уточняю на вопросы я буду отвечать в конце данного эфира чтобы не отвлекаться ну вопросы которые не касаются темы поэтому вы пожалуйста обязательно пишите все свои вопросы в комментариях в конце на них отвечу ok so first off today we are talking about the mountains and i can prepare some info for you so we are talking about mountain vacation things and activity да отпуск в горах вещи с собой и что мы можем делать so first of all let's talk about the mountains what we can see when we go there we can see the mountains we can see the forests also maybe there are some mountain lakes or rivers what else can we see in the mountains то есть у меня вот тут несколько вариантов да мы можем видеть горы лес озера реки if you know anything else we can see in the mountains please write in comments то есть если что-то я пропустила пожалуйста напишите в комментариях i will say what you write and also i would like to talk about grammar structures давайте поговорим о грамматике what or who plus verb singular or plural plus other details то есть кто что глагол во множественном единственном числе если единственное число добавляем окончание с и остальная информация например i go to the mountains in winter i go to the mountains in winter так ok and also people wrote in comments that in the mountains we can see sky clouds the snow ok да это тоже то что мы можем увидеть в горах облака небо снег ok so again who would verb singular plural plus other details if we want to use the auxiliary если мы хотим использовать вспомогательные глаголы то мы его вставляем следующим образом who would must should or can verb plural когда мы вставляем вспомогательный глагол основной глагол у нас не может быть единственном числе он у нас идет в инфинитиве без to то есть например i must go home now he should wash his hands before food we can do our homework later ok то есть для всех must should can будет одинаково для всех лиц в любом числе не меняется в этом большой плюс and also somebody wrote that we can see the rain in the mountains right you are можно и дождь увидеть в горах если вам повезло не повезло maybe you don't like the rain может вы не любите дождь и плавно переходим к like so who would plus like plus to do and other details то есть что важно после like у нас глагол идет в инфинитиве с to без с да то есть даже в русском языке мне нравится делать мне нравится писать базовая форма глагола инфинитив в английском инфинитив это глагол сту то есть я здесь забыла указать что лайк у нас ставится как и все остальные глаголы в предложении в единственное или множественное число это важно учитывать да то есть и лайкс но а ю и дэй лайк а или как вариант после лайк у нас может идти глагол с окончанием им аэнди так что это у нас будет например и лайкс дюй и зума и лайк ридинг бокс то есть у вас два варианта когда вы говорите про действия с лайк либо туду либо дюйм и так как каждый глагол вы ставите в нужную форму а если вам нравится не делать а просто что-то дэнку вот плац лайк орлайкс плац ху-вот и наградите илс как это применяется на практике суху от хи лайкс ху-вэри матч то есть она ему очень нравится или ой лайк спагетти и лот ой лайк дэс сети мне нравится этот город то есть еще раз ой лайк тюдю ой лайк дюйм ой лайк сам сын 3 общинс да у нас всего три варианта окей садовая граммар стоп и наулет камбак тюда маунтинс окей бэдвый и фью лайк дам антинс морю лайк тюдюсом winter sports you can маншин датан комменс то есть если вы любите горы или какой-то зимний спорт и пенрайт один камин сможете написать в комментариях so we can actually go to the mountains in winter in summer spring autumn any season горы можно в любое время поехать бак тюдей а вот лайк ток about mountains in the winter сегодня будем говорить про горы зимой mostly в основном ok so first of all if we go to the mountains in winter it's gonna be cold будет холодно вы гоноси а лад а в сне у викинс и а ладов сноу викинс и айс да то есть мы можем видеть снег лед сам беде рота викинс и до клауд старый индус кайдос но все это мы можем видеть и обычно там еще лес and again some mountain rivers or lakes горные реки озера so can you please write in comments what would you like to do more go to the mountains or to the forest то есть напишите пожалуйста в комментариях чтобы вы больше хотели в горы или в лес because there are different activities you can do in the mountains and in the forest то есть разные виды деятельности да у нас в горах и в лесу so let's talk about the things we can do in the mountains or in the forest and get to know the vocabulary поговорим о том что можно делать в горах в лесу и узнаем немножко новых слов может быть maybe ok so first of all we can ski in the mountains да можно кататься на лыжах we can ride the ski lift можно кататься на канатной дороге ski lift we can go slaying да we can slay можно кататься на санках we can snowboard можно кататься на сноуборде sometimes not only in the mountains иногда даже не в горах we can skate мы можем на коньках кататься by the way did you know that we can say skating both about skating on skates and skating on rollerblades то есть вот скейтинг можно называть как на коньках катания так и на роликах так окей also in winter не совсем про горы not exactly about the mountains but we can play hockey это ближе к теме про коньки выкинулся play hockey in winter or on ice да на льду или зимой можно играть в хоккей так sorry one moment then we can go hiking можно в поход отправиться we can go hiking with big bags с большими рюкзаками with a tent с палаткой so we can go hiking одно слово которое означает туристический поход и поход вообще в принципе also we can go climbing да можно взбираться на горы по горам so we can go climbing but for that we will probably need a rope для этого нам скорее всего понадобится веревка ok and by the end of the day конце дня when it is cold когда холодно we can enjoy a hot cup of tea or something else можно выпить горячую чашечку чая или чего-то другого ok so that is that is what we can do in the mountains now let's say what do we need что же нам нужно so what we should take if we want to do active sports in winter and in the mountains то есть что нам нужно взять с собой чтобы заниматься активным спортом в горах ok I have this picture so we need skis лыжи we need ski poles лыжные палки probably probably скорее всего there is no snowboard but we might also need the snowboard да то есть его здесь нету но скорее всего и сноуборд we should I think we should take a warm hat and a scarf we might need skates может быть понадобятся нам коньки we should take gloves for children those will be mittens то есть в чем отличие gloves это когда у вас пальцы разделены а mittens это варежки то есть перчатки gloves mittens варежки if you are snowboarding and maybe if you're skiing you will need a where is it a helmet helmet mm-hmm and also you will need goggles so these are not glasses not sunglasses these are goggles то есть так называются у нас специальные защитные очки да в которых мы катаемся skiing and snowboarding goggles okay and this here this one is a hockey puck шайба хоккейная hockey puck what this is i don't know вот я не знаю что это if you know what this is вот это амсори back words но вот this here on top the white one вот это вверху белое if you know what this is please tell me если вы знаете скажите мне because i'm not into winter sports то есть я не особо там любитель зимнего спорта i don't like winter sports so i don't know what that is if you know please let me know если вы знаете пожалуйста напишите this is because there was a tricky part for me да для меня это сложный вопрос что это такое okay so these are the things we might need and the things we should take i'm gonna increase the list by the end of the lesson в конце чуть-чуть расширим список еще раз с вами что нам нужно так i can see that some people many people would like to go to the forest instead of the mountains то есть многие у нас в лес хотят вместо гор and some people like to ski and to snowboard which is great i think because i don't know how to ski and how to ride the snowboard да то есть я не умею so i admire people who can и восхищаюсь теми кто умеет but what else we can do in winter in the mountains or in the forest when we have snow что еще можно делать в горах или зимой когда есть снег we can play snowballs play snowballs we can make a snowman and also we can watch the squirrels in the forest можно за белками смотреть в лесу and the birds и за птицами maybe you've seen some other animals in the forest because i haven't может вам посчастливилось других животных увидеть в лесу мне нет and also in the mountains we can see a beautiful sunrise or a sunset so who remembers when we talk about the sea vacation you can also watch the beautiful sunrise and the sunset at the sea so you can do the same thing in the mountains то есть так же как и на море да можно наблюдать красивые рассветы и закаты то же самое можно делать и в горах да можно делать снежного ангела на снегу so this year where i am we haven't had much snow то есть там где я сейчас зимой не было особо снега so we couldn't play snowballs or make a snowman or make snow angels but two years ago there was lots of snow and i made a snow angel то есть я взрослая но тем не менее два года назад когда был снег пошла и сделала снежного ангела в снегу ok if you know anything else we can do with the snow or in the mountains or in the forest that i haven't mentioned please write in comments то есть если что-то есть еще что можно делать в снегу в лесу в горах а я это не назвала напишите в комментариях ok maybe i will try something new может я для себя что-то новое попробую but right now once again let's repeat what we must should or can take on a mountain vacation давайте повторим что нам нужно что мы должны что нам следует и что мы можем взять с собой в такое путешествие все first of all we can take snowboard and skis and ski poles or we can rent them то есть мы можем их с собой брать а можем в аренду брать where we go we can skate we can make a snowman we can sleigh also i think we should live in a ski lodge то есть я думаю что стоит жить на такой некой лыжной базе да или in a wooden house или в деревянном домике it gives the special atmosphere добавляет особой атмосферы then we should also take так what is that we should also take gloves warm clothes such as warm coat or maybe a ski costume a hat and a scarf то есть следовало бы да взять перчатки теплую одежду куртку может лыжный костюм шляпу шарф and boots и ботинки comfortable warm probably winter boots yeah and somebody is writing in comments jacket да куртка jacket ok as to the helmet and the goggles again you can take them with you if you have them or you can rent both of them то есть если у вас есть свои берите с собой шлем и очки если нету можно взять в аренду you should have a big comfortable bag if you're going hiking если вы идете в поход нужен большой вместительный удобный рюкзак you can also ride the ski lift так sorry ski lift можно прокатиться на канатной дороге or you can walk a mountain trail можно также пройти по горной тропе as to the must то есть у меня в списке must have да это то что точно надо взять comfortable warm clothes удобная теплая одежда then be in ok or good physical shape то есть быть в нормальной или в хорошей физической форме because you can injure yourself потому что можно себе что-то повредить в процессе skiing, slaying, snowboarding or hiking то есть казалось бы даже в безобидном походе когда ты when you walk lots of kilometers a big distance то есть когда ты долго ходишь большую дистанцию you can injure your legs можно повредить ноги то есть там есть разные варианты so you should be in ok physical shape то есть нужно быть в нормальной физической форме I think it's a must you must be in ok physical shape then you should and you for me it's a must use sunscreen то есть я пользуюсь солнцезащитным кремом all year round весь год так защитные очки goggles goggles и причем goggles это не только защитные очки for skiing and snowboarding but also for snorkeling and swimming то есть для плавания вот эти очки да и маски рыбок смотреть это тоже goggles так ok then for me sunglasses is a must in the mountains especially because the higher you are the worse is the sun то есть чем выше вы находитесь над уровнем моря тем вреднее влияние солнца so you should use the sunscreen and the sunglasses поэтому вот нужно даже если вы в горы казалось бы едете не на море да пользоваться солнцезащитными кремами и солнечными очками you must take or rent sport inventory да спортивный инвентарь вы должны взять с собой или арендовать and of course water вода куда без нее ok so that is my list what you can do and what you should take now i want to share my experience with the mountains хочу поделиться своим опытом с горами i'm not much of a hiking or mountain person да то есть я не любитель походов особенно в горы but i had an interesting experience last year in autumn we went to the alps то есть прошлой осень я была в альпах if you know the alps it's a mountain chain это горная цепочка it is located between france italy and switzerland то есть она находится между альпы да как бы в трех странах одновременно в швейцарии франции и италии italy is actually the cheapest way to see the alps то есть в италии дешевле всего посмотреть альпы so this is where we went и мы туда поехали there is a small valley called aosta есть небольшая долина называется аоста it is one hour away from the montblanc mount она находится в часе езды от горы montblanc and i was on this mountain и я там была на этой горе so i want to show you some pictures just three small pictures три маленькие фотографии and i will move on to the questions и пойду к вопросам so this is like the second stop there are two stops in the ski lift on montblanc там есть две остановки на montblanc то есть первая i think it's one and a half kilometers high где-то полторы тысячи километров so this is it over here and this is the top то есть это уже вершина of montblanc and montblanc is three almost three and a half kilometers high то есть montblanc практически три с половиной тысячи километров над уровнем моря so it is huge hugely high очень высокая гора and so this was in autumn это было осенью but they say it is better to go to montblanc in spring because after winter there is more snow говорят что лучше туда подниматься весной потому что после зимы больше снега but even in autumn after the summer there was some snow то есть даже осенью после лета все равно какой-то снег был so you can see the snow i also have some personal pictures over there but i wouldn't like to share everything personal here да то есть у меня есть конечно больше фотографий но я некоторые оставлю себе личные so if you've been in Italy or on montblanc please write in comments если вы там были пожалуйста напишите в комментариях мне будет интересно ok so this was our mountain lesson mountain vacation да горный отдых наш урок а я напоминаю что сейчас к сожалению недоступно в инстаграме ну по крайней мере у нас в аккаунте сохранение эфира в stories поэтому эфир появится на канале IGTV вот буквально скоро так теперь я собственно отвечу на ваши вопросы вот я вижу в комментариях здорово что кто-то тоже был на этой горе или был в Италии здорово надеюсь вам понравилось мне очень понравилось да кстати по поводу следующего эфира на прошлом эфире была тема поддержана по-моему шоппинг ну много было комментариев поэтому скорее всего в среду будет тема шоппинг у меня еще была конечно мысль поговорить с вами о том что так как мы сейчас на самоизоляции многие на карантине что можно делать дома на карантине поэтому ну вероятнее всего я сделаю в среду тему шоппинг вот но может быть мы на этой неделе еще сделаем голосование то есть какая тема больше нравится для следующего эфира и вообще если у вас есть предложение по темам пожалуйста можете в директ присылать мы обязательно прочитаем и учтем так теперь собственно вопросы только для детей занятия ну смотрите у нас онлайн школа для детей но мы взрослых обучаем в том числе то есть обучаем всех желающих обучаете ли вы американскому или британскому произношению одновременно ну смотрите у меня изначально мое произношение американское так как у меня учительница была американское произношение но большинство учебников и классных учебных пособий материалов они с озвучкой на британском английском и я поймала себя на том что за последние два года у меня какой-то такой микс получился то есть между британским и американским вот поэтому я скорее обучаю американскому но в обучающих материалах мы можем слышать при аудировании британский акцент поэтому дети сразу слышат и такой и такой вариант и я им объясняю чем они отличаются то есть какие где звуки и прошу определиться со старта то есть каким акцентом будут пользоваться они то есть э, а, о так если мне скинули ссылку на эфир смогу ли я прийти снова только потом например завтра смотрите если вам скинули ссылку на эфир вы можете подписаться на наш аккаунт allright.io и следить за новостями и заходить в любые следующие эфиры то есть эфиры у нас для старших для среднего уровня давайте я буду разделять для среднего уровня понедельник-среда 13.00 по Москве для начального уровня вторник-пятница 14.00 по Москве сколько идет урок вот эти онлайн уроки бесплатные у нас идут 30 минут в нашей школе у нас уроки по 25 и 55 минут то есть для тех для самых маленьких лучше 25 минут так как у них концентрация внимания на большую длительность времени еще пока не появилась так как защитные очки называются я уже говорила goggles как будет пойдем гулять let's go out или let's go for a walk смотря куда гулять вы можете просто сказать let's go to the park let's go outside пойдем на улицу то есть и так и так как вас найти в инстаграм у нас это кого вы сейчас находитесь в прямом эфире странички нашей инстаграм allright.io со скольки лет обучаете у нас детки обучаются с 4 лет но бывают исключения почему потому что все мы разные да и скорость точнее в общем у детей да важно что важно усидчивость и готовность вот к онлайн занятиям вы можете пройти то есть если вам еще нету четырех но ребенок при этом уже проявляет интерес к какому чему-либо изучать что-либо изучать да то вы можете пройти бесплатное пробное и тогда для себя определиться то есть рано ребенку не рано так на все вопросы вроде бы ответила если вдруг у вас внезапно что-то еще возникло из вопросов пожалуйста пишите буквально еще одну минуту я буду закрывать эфир в течение нескольких дней он появится на нашем htv канале а вот а пока что мы с вами встречаемся в среду 13.00 по москве и поговорим немного о шопинге если кстати вам интересны какие-то специфические темы по грамматике то можете пожалуйста присылать в комментариях или в директ так вижу вопрос вы живете в России я заранее оговорюсь там конечно есть секреты не секреты но есть просто личная информация да то что попадает в интернет остается в интернете навсегда вот поэтому я на личные вопросы на свое усмотрение могу не отвечать в принципе считаю не имеет значения где жить вместе с ребенком заниматься можно ну смотрите тут вопрос того что у нас есть индивидуальные занятия а есть групповые то есть если в формате я сижу рядом и тихонько слушаю и как бы сама себе учусь или сам себе учусь то я думаю можно а вот так чтобы прям вдвоем с ребенком то я думаю нет и честно я в школе ходила к нескольким репетиторам на парные занятия это было очень результативно потому что уровень разный и все равно не получается одинаково эффективно заниматься поэтому либо индивидуальный либо групповой где рассчитано на некий средний уровень и у вас проверяют какого вы уровня да и соответственно подбирают программу под группу так simple past вижу предлагают тему я думаю что мы до нее обязательно дойдем я пока пока еще в present simple но вообще по ступенькам подачи времен да то есть сначала идет под present simple потом present continuous и уже потом past simple поэтому скорее всего мы после present simple перейдем к present continuous то есть последовательно так как они близстоящие так хорошо вопросов больше не вижу поэтому на этом закрываю эфир кто не успел что-то спросить у вас будет такая возможность в среду спасибо всем большое кто смотрит наши эфиры так успеваю еще один вопрос наша школа работает не только с детьми но и с подростками и с взрослыми то есть возраст не имеет значения вот всем хорошего дня до встречи в среду thank you bye-bye bye-bye